Меня очень часто спрашивают, Владимир, что лучше говорить, стоимость или цена? И мой ответ тебе, ни то, ни другое. Называй всегда инвестиции. Клиент тебя спрашивает, сколько будет стоить мне этот шкаф? Ты говоришь, одну секундочку, сейчас я вам посчитаю. Ваша инвестиция будет 600 евро 89 центов. За это вы получите преимущество, преимущество, преимущество в квадрате. Используйте эту технику. Сколько стоит эта машина? И то же самое. Инвестиция в эту машину вам придется столько-то, столько-то. Вы не называете ни цена, ни стоимость. Почему этого не нужно делать? Когда вы вообще говорите слово цена, то вы фокусируетесь сразу же на этом продукте. Поэтому цену вообще слово нужно забыть. Когда вы говорите стоимость, то вы хотя бы говорите о том, что это стоимость на рынке, да? Сколько это стоимость на рынке, это вещи, это услуги, то вы за счет этого как бы растягиваете, да? То есть растягиваете понимание, можно так говорить. Но все это о том, что вы будете, клиент просто отдает и что-то получает взамен. А когда вы говорите про инвестиции, то наш мозг воспринимает это следующее, что человек что-то отдает и он не просто получает, а инвестиции это то, что мы взращиваем и получаем, 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 получаем всегда какую-то прибыль, дополнительную ценность. И за счет этого нам гораздо легче расстаться с деньгами. Также нейробиологи, психологи доказали, что когда человек отдает деньги, да, или же думает о том, что ему нужно отдать деньги, точнее говоря, когда ему нужно что-то купить, в этот момент срабатывают те же рецепторы в мозге, которые работают над болью, да? То есть когда вы ударили ногой, допустим, об кресло стула, в мозге срабатывают рецепторы, и вы получаете боль. То же самое получается, когда человеку нужно отдать деньги. Но когда он понимает, что он не отдает деньги, а инвестирует деньги, и за это он получит продукт и дополнительные еще прибыли, то, что еще растет, вот с этого момента это не происходит. Поэтому не активируйте в голове у вашего покупателя вообще ничего, что может ассоциируется ему внутри с болью, что потери, именно когда он должен отдать деньги. Поэтому используйте слово инвестиции. Но если вы никак не можете, и вам нужно назвать или же стоимость, или цена, то тогда все-таки называйте уже стоимость. Уйдите вообще от слова цены. Но я рекомендую называть только инвестиции.